И меня пригласили. Это было смешно, я первый день опоздал на 20 минут. Я для того, чтобы чуть-чуть развеселить, я этот эпизод... Некогда, веселиться некогда, да. Значит, я прибыл, мне предложили эту работу. Случилось так, что я почему-то в тупую сказал, сделаю. И сделали. Все на меня посмотрели странно, но я попросил, чтобы ко мне было письменное обращение. Это письменное обращение было сделано, оно меня в дальнейшем исполнило от тюрьмы. С чего требовал мир? Мир просил 99,4 обогащенность по ОСМИ-187. А ОКРИЧЕСКАЯ лаборатория США нарабатывала и нарабатывает до сегодняшнего дня 70 и 246 тысячных. Такое процентное содержание в общей массе этого изотопа. Я принес его через 5 месяцев или 4 месяца. Я принес 2 пробирки, 8 грамм. Предварительно я послал 4 миллиграмма в датскую лабораторию РИЗО, и она дала документ. 99,2 обогащенность. Не тянет до того, что просили, но я принес это на стол. Это первичную пробу. Я заявил, что я это сделаю. Эти 8 грамм, первый заместитель Собчака, Савинков Лев Витальевич, первый по торговле, мы берем и едем с ним по распоряжению Собчака к Гайдару и к Хиже Георгии Степановичу, который был, по-моему, премьером. Я помню, как мы побывали у них в обоих. В это время и появляется Российская Академия Наук в виде каких-то лиц. Эта статья хранится до сегодняшнего дня. Статья называется «Театр абсурда вокруг». Я прошу прощения. Либо вы мне даете возможность высказаться, либо я отвечаю прямо сразу. Так, да, ну хорошо, мы предустудили поле. Нет, мне надо закончить. Ну давайте, коротко. Ну, кажется, что нас подпугивают, что сейчас будет. Как только чувствуют, что сейчас будет что-то, разговор прекращается. Так вот, заканчиваю его. Заканчивайте. Российская Академия Наук Ахайла, наше руководство города. В этой статье написано, что даже образца 99,6, что оказалось, невозможно создать, иначе пришлось бы переработать весь запас ОСМИ в нашей стране. Значит, тогда руководство наше отнеслось небрежно. Уже дальше к этому Собчак приказал Савинкову, или рекомендовал, отправил за границу на анализ. Тот отправил, не снадбив достаточно документами. Его взяли на границе. Меня спасло то, что у меня была эта бумага. И когда я принес сдавать, то я тоже сдал по накладной. Я стоял вот так, дрожал, но попросил. Мне подписали накладная храница, бумага обращения храница. Несмотря на это, я был арестован. Выеехал ко мне автобус с ОСБ. В течение суток был изготовлен в присутствии ОСМИ. Было изготовлено. Владимир Ильич, что вы хотели сказать? Пожалуйста, давайте. Я попрошу меня не прерывать. И дать мне возможность говорить так же долго, как вы поддали возможность говорить предыдущему. Пожалуйста, я думаю, никто не будет прочь. Договорились? Договорились. Я вас прерву, если мы дойдем до рекламной паузы. Я вам хочу сказать следующее. Что когда вы говорите с человеком, который вам делает какие-то утверждения, вы должны иметь к нему хотя бы некоторое определенное доверие. Вы должны думать, что то, что он говорит, априори правда. А если неправда, то это как-то удивительно. Так вот, я вам расскажу следующее. Вот такую историю. Из собственной, что называется, жизни. Я был в Аризоне во время своего весеннего семестра и узнал, что Петрик, вот, видел его по телевизору, он держал в руках книгу, как он говорил, американского профессора Харриса и заявлял, что имеющиеся в ней электронные фотографии фуллеренов и нанотрубок им, Петриком, были проданы Харрису. И это его материал. Значит, он говорил, это американский профессор. Я доказал эту книгу по интернету, получил ее внимательно, чем образом просмотрел. Ни малейшего упоминания о Петрике в этой книге нет. Я написал, далее я выяснил, что Харрис, это вовсе не американский, английский профессор, профессор в университете Рейдинге, в этом городе, где Оскар Лальд в тюрьме сидел, если вы помните, была до Рейдингской тюрьмы, и я ему написал, он ответил, что он вообще не... Да, я написал, что такая вот существует, и он ответил мне, что впервые никогда, опять-таки, вообще ничего не слышал. Да, и тут выяснилось, что на самом деле книга эта переведена на русский язык, и что некоторые там, значит, от редакции добавлены вот эти самые картинки Петрика. Я еще раз написал Харрису. Харрис ответил мне, что он понятия не имеет о том, что книга была переведена на русский язык. Это было сделано без его согласия, и имел вместо пиратский перевод. После чего наша комиссия, значит, связалась с издательством, и выяснилось, что действительно там эти картинки, они были добавлены, добавлены издательством. Вот просто Петрик принес и сказал, добавьте вот эти картинки, заплатил определенные деньги. У нас имеется копия договора с издательством по этому поводу. А также у меня есть личное письмо Харрису, подписанное им лично. Из всего следует, что Петрик есть лжец, человек, говорящий постоянно неправду, и я не понимаю, почему его так долго слушаются. Вот это первое, что я хочу сказать. Второе, он называет себя ученым. Я обещала дать Владимиру Евгеньевичу договориться. Договорить второе. Да, я закончу. Второе, он называет себя ученым. Некоторые его считают великим ученым. Вот в фильмах, которые, как сказать, он всюду демонстрировал, правда это было достаточно давно, полтора года назад, он показывал некоторый прибор, который извлекает электричество из окружающей следы. И лампочка горит, и будет гореть тысячу лет, о чем написано потом даже в газете, в одной американской газете. Я уж не помню, какой. Так вот, значит, человек, который делает такие утверждения, просто не знает, что существует второе начало термодинамики, согласно которому нельзя получить, сделать так, чтобы от более холодного тела, каким является комнатный воздух, энергия шла к более горячему телу, каким является нить лампочки. Это элементарно в школе преподают. Стало быть, я его ученым считать не могу. Далее, вот он постоянно заявляет, что у него там есть графен. На самом деле, это абсолютно безосновательное заявление. Ну, можно было бы сказать ложь, но точнее сказать, что это просто абсурд. Ну, заявление типа того, что у собаки есть рыбий хвост. Потому что анализ был проведен, всех его этих самых порошков, несколько раз вынесут в Академию наук. Крюнген структурный, разный другой, пусть звуковой. И что получилось? Конечно, это не графены. Графены не мог существовать, поскольку он двумерный кристалл. Это нанокристаллы углерода. Это нанокристаллы, имея наноско-косвые грани. Просто бред. Вообще говоря, они могут представлять опасность для здоровья. Обратите внимание, что толченый алмаз, мелкотолченый алмаз, алмаз, ведь тоже углерод, немножко другая кристаллическая структура, алмаз использовался в древности как яд, против которого нет противоядия. Потому что если такой, значит, он попадает в жилок, он режет стенки кишечника и вызывает кровотечение. Читайте воспоминания. Поро, что нам будет вбрить. Нет, подождите, я обещала. Вот, все. По этому поводу я считаю, что он не успел. Секундочку, Владимир Евгеньевич, короткий вопрос. Если вы слово ученый... Нет, он отключился. Так. Мы потеряли Владимира Евгеньевича, очень жаль, потому что, ну что же, вот так все... Давайте дадим. Дмитрий Михайлович, вот то, что сказал профессор Захаров, он на расправедуемые вещи сказал, он сказал, что надо доверять людям, с которыми вы разговариваете. Но речь идет об очень сложных вещах, в которых мы, может быть, не понимаем. Ваша позиция в этом. Вот вы слушаете, вот что вы можете нам сказать по этому поводу. Ника, ну, во-первых, я хочу объяснить, что я здесь делаю. Я не какой-то там первый российский миллионер, а я закончил МГГУ. Я защитил диссертацию кандидатскую. У меня 30 патентов, у меня 5 патентов американских. Я PHD-профессор Лондонского университета и специально взял с собой показать вам диплом Американской Академии Наук при ООН, где я избран академиком. Да, чтобы просто было о чем говорить. Виктора Ивановича Петрика я знаю 9 лет. Я провел больше, много часов в его лаборатории. То есть вы ту историю с красной ртутью помните, судя по всему. Подождите одну минутку. Пожалуйста. Господин Захаров там, сидя в Америке, перепутал одну ситуацию. Здесь не партийное собрание по рассмотрению персонального дела Виктора Ивановича Петрика. Если это такое собрание, мне здесь вообще неинтересно делать. Это к науке, вот, кстати, не имеет никакого отношения. Давайте рассматривать его изобретение по существу, которое я знаю сам, которое я, к сожалению, я сам не стал изобретать дальше. Может быть, у меня было бы больше патентов. Потому что я занялся 9 лет назад менеджментом, управлением, инновационными процессами и их внедрением. И большая моя вот печаль, что как раз я не являюсь менеджером Петрика Виктора Ивановича. Я не являюсь его агентом. Потому что мне много лет не удавалось его уговорить продать это все за границу. И забыть вообще о том, чтобы спасать детей от того, что они пьют в России. Я хочу начать с изобретения, которое вы сегодня обсуждаете, чтобы вы представили себе немножко. Вы знаете, что у нас трубы водопроводные, проложенные еще во Вторую мировую войну. А вы знаете, что за несколько лет человек, который пьет воду, не просто даже пьет, а пьет чай, пьет, ест там суп из этой воды. Вот я зачитаю, сколько вы получаете в организм себе приятных всяких веществ. Вы получаете 25 килограмм нитратов, 3 килограмма железа, выпиваете 1 литр нефтепродуктов и, внимание, 109 килограмм хлора. После этого вы почему-то удивляетесь, что Россия по продолжительности жизни в шестом десятке по сравнению с другими странами. Вы что с этим набором продуктов, которые вы употребляете, когда пьете воду, и детей наших этих травите? Можете пойти к любому врачу какому-нибудь? Что он с вами будет делать? Вам надо идти в контору погребальную. И когда такие изобретения, понимаете, такое решение вопроса найдено, когда фильтр Петрика в 350 раз более эффективен, чем сорбционные фильтры в Америке, те же самые, основанные на обычных сорбентах. И когда это предлагается внедрить на всю страну, спасти детей, людей, нас с вами в конце концов. И вот такая делается искусственная кампания, чтобы убить человека, затопкать и не дать внедрить. Артем Михайлович, Артем Михайлович. Это диверсия в огромном масштабе на нашу страну. Скажите, мы хотели проводить чуть попозже, тогда объясните, как вы это объясняете, понимаете? У меня тоже нет, и у зрителей. А здесь очень четко было, Ника. Вот вы говорите, заказ, замочить Петрика. Вот кому это надо, я не понимаю. Вот зачем Академия науки... Нет, абсолютно прозрачно. Абсолютно прозрачно я как бизнесмен, как обычный человек, и как директор, пардон, института инноваций. Кроме того, это моя должность сейчас. Я генеральный директор. Значит, к сожалению, сошлось несколько вещей в одно целое. Во-первых, Петрику не дали Нобелевскую премию, потому что я в руках держал его патент американский, который рассматриваю 6 лет. Вот этот? Ну, очевидно, этот и этот в том числе. Конечно, это патент, который называется способ промышленного производства графенов. Это американский след. Почему там американский след? Потому что инициатор там некий Лебедев, который одновременно является проводником и лоббистом американских фильтров, которые здесь стоят и, в общем, травят людей. Они не работают. Но они стоят во всех... Пардон, рублевских... До Рублевки у нас тут, а у вас там где-то в Петербурге, в дачах и больших домах. И, конечно, появление фильтра Петрика убивает сразу все остальные. Все корейские, все китайские, все, которые продаются, которые выкинуть на свалку нужно. Понимаете? Вторая позиция. Когда начали... Естественно, там заплатили. В Америке наняли несколько журналистов. Вы видели программу на российском телевидении. Вы так говорите об этом. У вас есть подтверждение? Это факт. Понимаете? Сегодня можно... Меня тоже обвинили, что Виктор Иванович мне денег дал. Виктор Иванович... Почему мне не дали денег сегодня? Вообще безобразие. Ника, это мое мнение. Да-да-да, я понимаю. Я просто против того, чтобы нас не обвинили потом. Это видно невооруженным глазом. Когда, значит, передачу на РТР покупают, чтобы не давать слово людям, а называется передача в прямом эфире, я взял своих юристов и сказал, давайте подадим в суд на ведущего. Он обманул 8 раз население России, сказав, вы смотрите передачу в прямом эфире. Мои юристы связались, начали расследование. И ответ был такой. Вы знаете, Артем Михайлович, наша передача называется в прямом эфире, но она пишется, конечно. И оттуда было все вырезано. Это все видно... И вторая... Когда началась эта кампания, она попала на очень хорошую почву. Ее подхватил Миронов, ее подхватил господин Жириновский, чтобы напасть на Единую Россию, начать критиковать. А поскольку в Единой России практически нет ученых, которые бы разобрались с фильтром и с проблемой, да они все ушли в кусты и бросили человека. Я поняла, Артем Михайлович, нам надо сейчас сделать рекламную паузу, к тому же Ристоф Феофанович из Мочи Тех.